Добрый день. Добрый день. Насколько я знаю, археологический сезон уже начался, начался в срок, но, к сожалению, погода в этом году нас не радует. Каким-то образом она может повлиять на ход ведения раскопок? Ну, вы знаете, погода каждый год, в общем-то, отличается то в одну, то в другую сторону. Мы начали работать, как и планировали, в начале 20-х чисел, вот второй день мы работаем на раскопе. Ну, конечно, вот такой вот сильный ветер, как сегодня, ухудшает настроение, прямо скажем. Но, тем не менее, работать продолжаем, потому что полевой сезон очень короток, и мы ценим каждый час буквально, не можем упустить. Поэтому работаем. Насколько я знаю, на территории Рязанской области несколько участков, где проводятся археологические работы. Это и Старая Рязань, и в том числе территория Кремля, где работаете как раз вы. В каком месте в этом году ведутся раскопки, и какие у вас на них планы? Ну, я хотел бы добавить, что на территории Рязанской области работают три крупные экспедиции, которые субсидируются Рязанским историческим музеем. Это Старая Рязанская экспедиция, это экспедиция на Глибовом городище, и вот наша Переславля Рязанская экспедиция в Кремле. Мы продолжаем работы на Введенском роскопе, который начали в прошлом году, после того, как закончили житный роскоп, работы на котором продолжались 14 лет. И вот в этом году мы значительно расширили площадь роскопа, и будем продолжать это исследование, пока не выйдем на определенные слои. Почему именно этот участок? Дело в том, что этот участок находится в южной части Кремля, и до сегодняшнего дня, вернее, до прошлого года, здесь не было крупных археологических работ. Поэтому было интересно проследить, что же происходило на периферии города. Это самый край, это уже участок около крепостных стен. Кто жил там, как жили, чем занимались. И вот уже в прошлом году мы открыли костерезную мастерскую. Очень интересный комплекс. Оказалось, что эта костерезная мастерская специализировалась на работе с костью лошади. Так что вот первые уже такие небольшие открытия были сделаны в прошлом году. Надеюсь, что расширение роскопа позволит нам, может быть, проследить планировку, может проследить характер усадеб на этой территории. Ну и вообще, как протекала жизнь, скажем так, в неприволедированной части Кремля. А какова вообще история раскопок именно на территории Кремля? Работы археологические в Кремле Переславля-Рязанского начались в 1895 году, когда Алексей Алексеевич Гороцов проследил обрушившийся слой вала. Затем в 1924 году Василий Алексеевич со своими студентами заложил траншею в Кремле. Но, к сожалению, траншея быстро наполнилась водой, и пройдя только где-то около двух метров, работы вынуждены были прекратить. Затем продолжались работы с сотрудниками музея. Они закладывали небольшие аэроскопы, которые часто не доводились до материка, поскольку и мешали подземные воды и прочее. В середине 50-х годов большой проект по исследованию Кремля Переславля-Рязанского предложил и начал осуществлять Александр Двович Мангайт. Он проработал три года. Было вскрыто четыре раскопа, на одном из которых мощность культурного слоя составила 8 метров. Этот раскоп был с влажным культурным слоем, где хорошо сохранялось дерево. И были прослежены настилы, были прослежены фрагменты сооружений, найдена коллекция деревянных находок. Но затем Василий Львович вернулся к памятнику, с которого он начал изучение Рязанщины. Это Старая Рязань. Ну и, конечно, клады Старой Рязани затмили Переславля-Рязанский. Долгое время работы опять проводились только небольшими участками. Лишь в конце 80-х, начале 90-х годов были крупные работы сотрудников музея Михаила Михайловича Макарова и Василия Васильевича Судакова. Они проходили вдоль вала, была вскрыта значительная площадь и сделан целый ряд интересных находок. Но затем опять был длительный перерыв. И лишь в 2004 году по инициативе тогдашнего директора Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника Людмилы Дмитриевны Максимовой были возобновлены планомерные, фундаментальные исследования Кремля. Была образована Переславля-Рязанская экспедиция, которую предложили возглавить мне. Вот мы заложили житный раскоп между гостиницей Черни и певческим корпусом. Работали на нем 14 лет. Два года назад этот раскоп был завершен. И мы перешли на новый участок, как я уже говорил, на Южный, где предполагаем вскрыть довольно большую площадь, что позволит проследить, может быть, планировочный характер усадеб. Я понимаю, что для археологов интерес представляют абсолютно все находки. Но, тем не менее, что чаще всего встречаются и какие находки позволяют по частичкам восстановить образ жизни наших предков? Самая массовая, конечно, находка – это фрагменты керамики. Вот на житном раскопе было найдено более 180 тысяч фрагментов. Их типология, их распределение по типам этой керамики позволяет проследить, как она изменялась во времени. А, следовательно, датировать слои. И поэтому керамику называют хлебом археологов. Вот такая работа была проведена, и мы довольно точно можем датировать слои житного раскопа по времени. Кроме того, вот тоже такой массовый материал, как кость, которой очень много, тоже позволяет сделать очень интересные выводы после обработки специалистами-археозоологами. Эти выводы касаются и диеты жителей города, и того, какой скот содержался, и того, какие животные добывались в ходе промыслов. В общем-то, каждая находка, она несет в себе информацию, нужно только уметь извлекать из нее эту информацию. Ну, кроме того, есть такие индивидуальные находки, которые сами по себе, конечно, говорят уже о многом. В частности, для Переславля-Рязанского очень интересна коллекция деревянных находок. Поскольку в большинстве городов Центральной России слои не сохраняют дерево. А нам удалось на житом раскопе получить довольно большую коллекцию, около двухсот предметов различных, и бытовых, и каких-то инструментов, и игрушек. Это все хранится и выставлено в Рязанском музее. Можно сейчас это все увидеть. Ну, вот это во многом говорит о жизни жителей города в Средневековье. Для большинства обывателей, наверное, археология ассоциируется как раз с кладами, с находками каких-то сокровищ. О кладах Старой Рязани мы все знаем, слышали. А вот на территории Переславля-Рязанского понятно, что про клады здесь речь не идет, но находятся какие-то ценные украшения или что-то подобное. Нет, клады были, но клады монетные и довольно поздние. Так что клады все-таки встречаются, но, конечно, несравнимые с кладами Старой Рязани. Понимаете, тут кладом, я все-таки думаю, большинство археологов отношений несколько двойственные. С одной стороны, конечно, это произведения искусства, это раритетные вещи, но, с другой стороны, ведь они мало что говорят о жизни рядового населения. Это уникальные вещи, которые находились в семьях привилегированных классов. И как жили горожане, чем они питались, клады не скажут. А вот массовый материал и обычные находки, они могут дать гораздо больше информации именно о жизни населения. О том, как располагалось население, где жили ремесленники, где жили, скажем, какие-то служащие. Это все может дать только такое исследование массового археологического материала. А по поводу сокровищ, вы знаете, мне очень понравился один зал в музее города Бохума в Германии, археологического музея. Он так и называется – зал сокровищ. Там выставлен клад монет римского времени. Конечно, это сокровища. Там выставлены книги, подписанные известными людьми. Тоже, конечно, сокровища. И там выставлены детские игрушки, которые тоже для матери являются сокровищем. Так что понятие сокровища, оно очень широкое. Что является сокровищем для всех, может не являться сокровищем для конкретного человека. А что является сокровищем для конкретного человека, может не представлять интереса для всех остальных. Скажите, а технический прогресс в последние годы каким образом помогает именно вашей науке археология, истории в проведении исследований? – Прежде всего, это использование так называемых естественно-научных методов. Сейчас мы получили целый спектр, целый комплекс различных методов, которые позволяют более глубоко проникнуть внутрь вещи и получить больше и гораздо информации из этого. Это во-первых. Ну и во-вторых, конечно, это применение техники при археологических раскопках. Ну, в частности, вот у нас, когда глубина раскопа превысила 3 метра, мы стали использовать электрический подъемник, без которого, конечно, наша жизнь была бы просто невозможной. Так что вот совершенствуется и полевая археология. Ну, это я привел такой частный пример. А в принципе, конечно, сейчас очень развита система геоинформатики, которая позволяет очень точно локализовать памятник и так далее. Применяются системы измерительных приборов, которые позволяют очень точно строить ситуационные планы, позволяют точно воспроизводить на местности расположение различных объектов. То есть, естественные науки и достижения современной науки очень широко применяются в археологии. Но она всегда была как-то связана с, естественно, научными дисциплинами, потому что даже первые археологические работы, раскопки, скажем, могильников, были невозможны без использования антропологии. Скажите, кто из года в год осуществляет раскопки? Кто участвует в этих экспедициях? С нами постоянно наши постоянные помощники. Это прежде всего студенты исторического факультета Рязанского университета, которые проходят у нас практику. И практику у нас проходят школьники гимназии номер два. Кроме того, у нас есть еще ребята, в основном тоже школьники, которые приходят добровольно, которые с года в год, некоторые уже 4-5 лет работают. Они вот приходят к нам помогать. Но это уже, я сказал бы так, рабочие высокого класса, которые знают о раскопках практически все. Они умеют уже практически все. Со школьниками, со студентами, конечно, сложнее. Их нужно еще научить. Первые дни они только привыкают. Многие до этого вообще лопату в глаза не видели. А тут приходится и землю копать, и перебирать ее, и вывозить на отвал. То есть приходится поработать и физически. Но вот вы, у вас все-таки такой большой опыт, вы уже давно работаете на археологических раскопках. Какие чувства, эмоции вообще испытывает человек, осознавая то, что вот таким, в общем, нехитрым путем можно перенестись в прошлое? – Ну, путь не совсем нехитрый, потому что в археологии есть очень много методов, правил, приемов, которые мы применяем, которые нужно знать, которые нужно освоить. А чувства, ну, чувства, конечно, очень сложные возникают, потому что я всегда ребятам говорю, что вы понимаете, вы вот сейчас трогаете вещи, которые не чувствовали человеческого тепла 400, 500, 600, 700 лет. Вот вы их оживляете, эти вещи, они становятся понятными, они вновь возрождаются. Тем более, когда попадаются такие вещи, как, скажем, детские игрушки, как приукрашения какие-то, которые носила какая-то женщина или девушка в то далекое время. Или когда они, сейчас у нас пока глубина небольшая, вот на житном мороскопе, когда они спускались по трапу, я говорю, вы идете, вы как на машине времени, вот здесь 21 век, здесь 19, здесь 17, 16. Так глубже, глубже, глубже вы постепенно спускаетесь в Средневековье. Значит, машина времени все-таки существует. Да, конечно. Но, к сожалению, она работает только назад. Мы вам желаем хорошей теплой погоды, желаем, чтобы в этом сезоне были сделаны какие-то интересные открытия, интересные находки. Ну, а мы будем следить за этим. Спасибо большое. На этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого наилучшего. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова